Отряд «Белые колготки», армейский фольклор, принимаемый за реальность. Что есть правда, а что вымысел? Женщина на войне, особенно если женщина в рам, является одной из излюбленных тем, с особым вкусом муссируемых в народе и подогреваемых время от времени отечественными СМИ. При этом игнорируется недостаточная достоверность фактов с расчетом на повышение градуса эмоций. Существует устойчивое мнение, что в период военных конфликтов на территории государств бывшего СССР действовал и действует поныне некий отряд женщин-снайперов, именуемый «Белыми колготками», отличающийся особой жестокостью по отношению к русским вонтам, как будто снайпер может действовать иначе, если у него есть приказ уничтожить, как будто русский снайпер более мягкий и пушистый. Факт, что противник женщина вполне достаточный, чтобы поднять шум вокруг этой темы, хотя явление это не новое и, казалось бы, удивляться особо нечему. Известно, что до привлечения слабого пола к участию в войне, а конкретно в качестве снайпера, впервые додумались финны в советско-финлянской войне. Их кукушки расправились со многими нашими солдатами. С тех пор традиция готовить из женщин-снайперов перешла в частности и в советскую армию. Однако вернемся к белым колготкам. Согласно легенде, отряд состоит из женщин-биатлонисток, преимущественно прибалтийского происхождения, ведь прибалты так ненавидят нас, которые спят и видят, как бы расправиться с этими русскими. Судя по всему, наличие обтягивающих трико белого цвета, настроенных на как спортсменок, киллеров, дало название целому отряду, о котором никто ничего толком не знает. Во-первых, никаких официальных подтверждений о существовании отряда снайперов с таким названием нет. Во-вторых, отдельно взятые женщины-снайперы действительно принимали участие в той или иной зоне военного конфликта. И это подтверждено официально. Первое упоминание о них относится к событиям в Нагорном Карабахе, во время армяно-азербайджанского конфликта. Но информация об этом настолько размыта, что часто не берется в расчет. Вскоре некие снайперши объявились в Приднестровье. Более конкретная информация о снайперах женского пола появилась от очевидцев грузино-абхазского конфликта, произошедшего в начале 90-х. Конкретных фамилий свидетелей никто не назовет. Но сначала на уровне слухов, а теперь как должное, в народе утвердилась информация, будто бы поддержать грузинскую сторону в войне приезжали, как раз те самые крайне негативно настроенные к русским Прибалтики. С этого момента уточняется такая деталь их внешнего вида, как белые колводки. Позже, с началом войны в Чечне, информация о жестоком отряде наемниц из Прибалтики перешла на новый фонд. В газете «Коммерсант» за январь 95-го упоминается некий анонимный источник, который уверял, что на стороне чеченцев действуют женщины-снайперы из организации «Белый чулок». Дальнейшие сведения об этом поступали только со слов участников контртеррористической операции. С их слов следовало, что не раз им в руки попадались женщины из стран Прибалтики, ведущие охоту на федералов. Но отметим, что при этом не было возбуждено ни одного дела в отношении прибалтийских гражданок. Аргументируется эта несостыковка тем, что солдаты не церемонились с убийцами и расправлялись с ними на месте, причем самым жестоким образом. В этом отношении в народе весьма поддерживается история о способах расправы БТР. Якобы такое самоупраство как раз и отменяет наличие конкретных имен очевидцев событий, дабы участникам не нести ответственности за них. К слову, полковник Буданов своих действий скрыть не смог. В 2001-м чрезвычайно полномочный посол Литовской Республики в России Зинонос Нумивичус в интервью журналистке «Эхо Москвы» ответил на вопрос о прибалтийских снайпершах в Чечне так, хотя говорили много, никто этого не доказал. Я не исключаю возможности, что там есть какой-то авантюристически настроенный литовец или гражданин Литовской Республики, или просто литовец по национальности. Но там есть такие же люди из России, я думаю, и из других стран тоже. Но чтобы Литва организовала какие-то снайперские отряды и надевала им белые колодки, это больше чем смешно. Тем не менее, вот что известно об отдельных реальных женщинах-снайперах времен чеченских войн. По словам полковника милиции Сергея Назарова, начальника пресс-службы Северного Кавказского УВД, в отряде Шемеля Басаева с 95-го действовала женщина 22-х лет из российской глубинки по прозвищу Лолита. При задержании ростовскими правоохранителями она призналась, что прибыла на войну, чтобы подзаработать деньги. После суда она отбывала наказание в исправительном учреждении Краснодарского края. Тему националистически настроенных снайперш в 2003-м подхватили украинские СМИ. Газета «Столичные новости» утверждала, что Шамиль Басаев специально создал женский отряд из уроженок Прибалтики и Украины для борьбы с русскими. Подобную информацию можно найти также в статье журналиста «Красной звезды» Николая Асташкина, где он пишет, что в период первой чеченской кампании он, то бишь Басаев, создал особое формирование белой колготки, состоявшей в основном из женщин-снайперов из Прибалтики, и ежесуточно им выплачивалось по 1000 долларов США и 1500 долларов за каждого убитого российского военнослужащего. Впоследствии этим подразделением командовала его родственница Мадина Басаева. В 2000-м пресс-центре МВД РФ сообщил, что на тот момент федеральными силами была арестована уже восьмая женщина-снайпер. Речь шла о 23-летней Фатиме, по признанию которой она убила двух российских военных. Официальное заявление об участии наемниц в Чечне дал и Сергей Ястржемский, в том же 2000-м отвечавший за информационное освещение контртеррористической операции в Чечне. При этом он не уточнил гражданство и количество. Далее полковник ФСВ в отставке Шаврин Сергей упоминает о взятии однажды женщины-снайпера из Санкт-Петербурга, некогда биатлонистки, приехавшей немного заработать. Истина, кому война, кому мать родна. Очевидно, чтобы поживиться на крови, не обязательно быть прибалтийской биатлонисткой в белом треку.